Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Bloons TD-6. И в этой серии я хочу попробовать выполнить испытания от зрителя, по крайней мере попробовать, и суть в том, что это испытание я могу использовать только мгновенных обезьян. У меня, вроде бы, немного поднакопилось, я, конечно, не проверял, точно ли я справлюсь со всем этим, но мне так кажется, что, в принципе, должен, что у меня их тут довольно-таки много, если так посмотреть. Даже карту уже, в принципе, посмотрел, вот будет конфетный водопад, конечно, сложный, может, даже чередующие раунды выберем, чтобы сразу же было так. Постепенно, конечно, буду стараться выполнять ваши испытания, которые вы писали, по мере возможности, как говорится. А так, само по себе, это довольно-таки тяжело, я бы сказал, потому что к некоторым мне, может быть, даже не хватает навыков игры самой, и поэтому, как бы, тяжеловато получается. Так, я сейчас пока смотрю, кого поставить для начала-то, чтобы нам полегче было. Ну, пока что давайте просто ставим вот так вот друиды, и у нас еще шиповый завод. О, вы посмотрите, он и сюда раскидывает. Ничего себе. Как раз, кстати, вот действительно постараемся не тратить ни доллара, и посмотреть, сколько всего денег возможно накопить за 80 раундов, без каких-либо вложений. Так, вроде бы, да, у нас справляется с камуфлированными шарами шиповый завод, что как раз-таки и радует. Надо посмотреть, кого бы еще поставить нам. Вот шпилькомет, а это шиповый завод, и что-то уже все. Только начали играть, а я уже начал путаться. Так, кого бы мне еще поставить? Вот этот клеймечек был бы, в принципе, неплох. Пускай он тут будет на всякий случай, чтобы замедлял шары, чтобы нам было проще. Так. В принципе, вот этот, наверное, был бы неплох. Где на аз? Вот так вот поставим, пускай тут немного постреляет. Ой. Так. Справились с теми. Нам надо кого-нибудь поставить, кто тоже бы справлялся с камуфлированными шарами. Можно одного ниндзя вот такого вот сюда поставить. Вот сюда я бы вообще его поставил. Вот. Надеюсь, что он еще вот здесь будет затрагивать тогда все. Главное, вот по случайности, вы знаете, не прокачать. Потому что желание есть просто невероятно это сделать. Конечно, немного непривычно, что знаете. Так что я не могу прокачивать. Как я захочу. Да даже дело не в том, что... Как тогда, когда я проходил испытания, что я не мог использовать верхнюю, нижнюю или витку посередине. А тут просто... У них есть рандомные... А... Качки. Я не знаю, как это. Которые я могу только использовать. Я так много этих... Обязан так-то есть. Хотя я вроде бы много тратил для прохождения определенных испытаний. Или просто для того, чтобы пройти дальше. Так. Вертолетчика пока даже не знаю. Все очень странные у них. Расстановка, конечно же, тут... Климечку очень хорошо, кстати, помогает. То есть он тут с друидом сейчас прям нормально стоят. Я бы поставил, вы знаете, кушку. Только нам вот тут точно пригодится. Так. Подождите. Что-то очень опасно. Ах! Так-так-так. Что-то мне это... Не по себе. Короче. Нам придется сделать вот так. И деревня, которая... Раскрывает камуфляж. Все! Ой! Мы смогли! На самом деле очень было опасно. И теперь вот эти... Кстати, вот... Тоже обезьяна будет видеть камуфляж. То, как мне кажется, это будет для нас хорошо. На будущее особенно. Я, в принципе, и хотел, если честно, так сделать. Но не думал, что придется так скоро все это. И причем в такой спешке. Я все-таки думал, что... Шиповый завод как-нибудь справится. Вот еще обезьян с бумерангом на всех случаях поставил. И сейчас, в принципе, в ближайшие раунды у нас не должно быть каких-либо проблем. Единственное, над чем надо будет думать. Это над тем, как нам справляться с мабами. Так. Пока у нас супер обезьяны тут есть. Действительно, надо сейчас подумать. Пушки-то, в принципе, у меня... Посмотрите, нет почти... Ну, вообще нет никакой пушки, которая вкачана на середину. А середина-то как раз-таки по мабам хорошо бьет. Вот тут маг, который полностью... Ну, точнее, на три наверх вкачан. Он, вроде бы, нормально может наносить магам. Конечно, если дальше вкачать, будет намного лучше. Мистический шип, который... Ну, да ладно. Будем уже делать так, как можем. Готовимся к сороковому раунду. Ну, вроде, пока что довольно-таки нормально справляемся. Так. Вот, кстати, нам точно надо будет поставить этого пирата, слушайте. Потому что этот же пират, он может засасывать с помощью якоря один муап какой-нибудь. И потом будет кэдэшиться этот скилл, способность это. А, на нем как раз, кстати, будет очень полезно, на самом деле. Блин, вот реально, вот сейчас вот вижу почти 13 тысяч монет. И так хочется их потратить, но не могу. Надо идти дальше. У нас уже 37-й раунд, и вот первый дирижабль уже совсем на подходе. Посмотрим. Я надеюсь, что мы с ним справимся легко. Так как это будет прям показательный для нас муап. Если справимся с ним, то, скорее всего, справимся с другими. Ну, если для зеленого, нам, конечно, придется, наверное, еще что-нибудь поставить. В любом случае, посмотрим. Так. Что, это 39-й раунд. Нет, прям сейчас важная... Ой, он сразу укрепленный! Так. Пух! Слушайте, укрепленный мы пробили. Такого я, если честно, не ожидал. Давайте тогда сразу же, в любом случае, обставлю этого пирата. Единственный минус в том, что он не под зоной этих... Деревни, точнее. И что, он не видит камуфляж. Ну, вроде камуфляж на нижней линии. Ну, этот... Эта вкачка тоже очень сильная. Так, кто же нам тут по-малым-то хорошо наносит? Мы что-то посмотрим. А свинтовые, пробивать черные шары. Нет, ладно. Вот он, вроде бы, у него есть способность, которая дает пробитие для молоба. Но в этом я, конечно, не очень так уверен. Признаюсь честно. Я бы еще двух снайперов, на сих сухих, поставил. Этого и вот этого. Уж наверняка что было. Блин, алхимика пока чуть не очень хочется ставить. Ой-я. Так. Вот у нас, кстати, еще такая обезьяна, обычная, с дротиками. Может, тут ее поставим? Может, она тоже хоть что-то будет наносить? И тем временем, мы, кстати, накопили уже 32 тысячи монет. То есть, за 49 раундов мы получаем столько денег. Ну, даже 34 тысячи, можно сказать. Это без учета того, что мы, например, можем поставить нашего героя Бенджамина, либо банановой фирмы, или же кого-нибудь еще. Он будет давать дополнительные деньги. Пока что у нас нет никого из такого типа вообще. Так. Я бы дротикомет один поставил. Куда-нибудь сейчас как бы ему тут закрытую поставить. Вот пускай в разброс тут стреляет. В принципе, он неплохо будет урона наносить. Кажется, на ракеты Гидра были бы как раз кстати, но, к сожалению, у нас нет такого улучшения. Так. Я на подводник. Вот, кстати, вот этого надо бы нам поставить. Мне так кажется. Что он вроде бы хорошо стреляет. Так, вот так вот сделаем, чтобы он как можно больше линий затрагивал. И он как раз видит глазами других, как можно сказать, радиусом. И то есть он также может еще бить по камуфлированным. Так, все. Пока что много поставил. Наверное, временно перестану. Сейчас будем просто смотреть, хватит ли нам этого. Если не хватит, то будем доставлять. Конечно, тут вот есть так. Взял на всякий случай. И мы накопили уже практически 50 тысяч. С одной стороны, это, знаете, это не так уж и много. Я думал, что будет побольше. Ну, если мы бы поставили Бенджамина, банановую ферму, то к этому времени мы бы уже все 100 точно получили. То есть... И такие пользы-то есть от всех этих стрейней. Банановых ферм, да. Бенджамин-то сам по себе герой очень крутой. Так. Забираем себе красную. Я пока не готов с ней так сражаться. Ой-ой-ой, вы посмотрите, сколько тут много. Ну, вроде должны со всеми справиться. Нет прям какой-либо проблемы. Только под конец-то будет опасно. Что-то я вот так вот сейчас подумал. Там ведь куча шаров пойдет. О, вот. Я как раз-таки хотел посмотреть. Вот тут есть обезьяна с огненной стеной. Зеномаг. Куда бы нам бы тут ее поставить? А, ну, пускай вот здесь будет как на страже уже выхода. Огненная стена будет даже очень полезна, как мне кажется. Так. Кого нам еще можно поставить? О, ну, посмотрите. Нормально. Ох, живем. А что-то ведь опасно стало. Как по мне. Так, используем скиллы. Кстати, обезьян с бумерангом-то там. Молодец. Здесь я, наверное, инженера поставлю. Пусть он свои турели ставит дополнительные. У них точно хуже нам не будет. Причем урон нормальный идет. Так. Не забываем использовать всякие скиллы возможные. Надо бы еще как-нибудь замедлять их. Вот здесь я, наверное, поставлю вот ледяную обезьяну. Чтобы на выходе она нормально еще могла замедлить всех. Угу, угу. Можно еще вот такого тут друида взять, поставить. Уже не будет. Ну, с обычными лапами мы прямо сейчас нормально справляемся. Красный укрепленный. Сейчас попробую его не трогать. Посмотреть, как наши будут его бить. И, в принципе, мы должны с ними справляться. Фух. Пока живем. Фух, у нас тут дурочекомет 5000, кстати, нанес. Незря мне так, кажется, его поставил. Вот этот бомбометатель прям вообще молодец. Обезьяна с бумерангом-то нормально. Обезьяна маха. Посмотрите, сколько наносит. И снайпера нормально. Обезьяна ац. Подводник-то как. Обезьяна флигустера вообще. И это обезьяна маха, кстати, тоже очень много нанесла урона, несмотря на все. Так. Вот очень много наносит навыку обезьяна с бумерангом. Поэтому надо его чаще использовать. Так. Так, я думаю, что нам кого-то надо. Надо еще дополнительного поставить. То все-таки нам довольно-таки тяжело пока что. Идет все это. А может быть и не тяжело. Это просто у меня, вы знаете, какой-то такой вот диссонанс в голове. Что у нас 76 тысяч, а я не могу их использовать. Так. Ох. Справились. Можно попробовать этого клеймечка еще поставить. Так как он будет еще растворять шары. Как раз таки будет прикольно посмотреть. Как все будет происходить. Так. Да, он наносит урон. Причем так нормально. Как тот малабов-то много пролетело все-таки. Ну, к счастью, мы с ними справились. 76-й раунд. Сейчас на самом деле очень опасные раунды уже идут. Нам надо держаться прямо на готове. Здесь алхимик поставил. Я зря тут бумеранг сейчас использовал навык. Ой-ой-ой. Только что было очень опасно. Правда, я тут забираю. Используем навык. Обделим бумеранг, в принципе, который прям хорошо наносит урон всем. А мобов-то тут сколько там. Вообще, что-то много было. Я тут даже скорость на всякий случай уберу, потому что сейчас будут идти заключительные раунды. А заключительные раунды для меня это прям плохо. Сейчас даже вот на всякий случай поставлю. Так. С этим, кстати, мы прошли. Вот это ускоряем. Никто не летит, но понятно. Правда, забираем себе. Вроде бы скоро опять должно прям много полететь. Ой, я прям чуть не нажал уже на кнопку. Я пока что справлялся. Ой-ой-ой-ой. Очень опасно, очень опасно. Ну, вроде должны справляться. Фух. С этим раундом мы тоже справились. С учетом того, что у нас действительно, вот знаете, нет прям кого-то прокаченного героя, что прям он такой сверхневероятный, сверхсильный. Они все такие довольно-таки среднячок. Хотя вот эта вот Абзян с бумерангом, она прям много урон наносит. За это ей большое спасибо. Вот этот бомбометатель тоже очень хорош. У нас сразу используем навык тут. Потому что он очень хорошо по урону идет. Так, даже ускорение тут включим. Ой-ой-ой. А тут что уже этот пошел? Чуть меня это немного смущает. А поэтому-то мы не можем использовать навык нашей Абзянной Хлеббустера. Все тогда, Абзян с бумерангом, таси-таси. Ну, она прям много только что нанесла урона. По крайней мере, мне так кажется. Абзян, ага, посмотрите. Несмотря на то, что у нее нету, знаете, она не нацеливается на кого-то. И при этом не так уж и много выпускают своих дротиков, она нанесла 30 тысяч урона. Абзян на флипбустер 67 тысяч. И подводник тоже нормально нанес. Так. С обычным справились. Но мне так кажется, что сейчас пойдет он такой же, но бронированный. Ой, кстати. Нет, все. Все нормально. И кто там? Что, бронированный? Нет? Ну, пока что нет. Или их несколько будет? Что-то меня это немного пугает. Так. Если один, то это прям вообще хорошо. О, нет, не один. Понятно. Мечты, мечты, как говорится. Так, давайте быстрее его пробьем. Я одного красного заберу сразу же флипбустером. Оба. Блин, их тут еще куча, конечно. О, ну красный мы разбили. К счастью. Так бы еще бы сейчас синее бы разбить побыстрее. Так. Обязан с бумерангом, конечно, используем. Зачем ускорение. Чтобы уже все шло дальше. Так, красного забрали. Все, остались одни синие. И с синим мы должны справиться. Ух. Так. С минимумом... Да, блин. Короче, минимальный вот этот порог мы перешли. Давайте продолжим дальше. Посмотрим, насколько нас хватит. Я, наверное, не буду уже кого-нибудь еще ставить. Посмотрим. Именно вот такой вот силой такого раунда мы доживем. И, кстати, по завершению 80-го раунда мы накопили 100 тысяч. Ну, почти 101 тысячу. Как-то там странно так рассчитывалось. Ой-ой-ой. Кстати, сейчас, похоже, проиграем. Да. На 81-м же раунде мы проиграли. Причем так сильно. Ну, главное, что мы справились с 80-м раундом и прошли само это испытание. Обезьян-звезда от обезьянов липбустер. Липбустер. Я не знаю, как правильно будет. Ну, прикольно, кстати. Прям нормально, что ни разу мы не заплатили ни за что. И просто использовали мгновенных обезьян. Сейчас у меня, конечно, поменьше стало. Но до сих пор много, на самом деле. Но теперь они уже не такие сильные, как раньше были. А так, я надеюсь, что вам понравилось это видео. На этом я, наверное, буду заканчивать. С вами был Диктофон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.